И снова подъем, вторая волна паводка приближается. Ситуация вне контроллеров, ценный бензин не снижает оборотов. Сохранить главную ценность в крае начал работать Детский общественный совет по семейной политике. Детский общественный совет. Также сообщается, что в здании вновь открыты все отделы, в том числе развлекательные зоны. Более 11 тысяч алтайских выпускников сегодня сдавали госэкзамен по математике. Это один из двух обязательных предметов для всех одиннадцатиклассников. В общей сложности экзамен по базовой математике длится три часа. За это время школьники должны были выполнить 20 заданий. Итоговый результат будут оценивать по привычной пятибалльной шкале. Для поступления в ВУЗы нужно набрать минимум 27 баллов. Второй обязательный экзамен по русскому языку пройдет 6 июня. Вода в реках края продолжает пребывать. По данным Алтайского гидрометцентра, за прошедшие сутки в районе Барнаула обь поднялась на 19 сантиметров. Чумыш в районе Тальминки на 30. Максимально более чем на полметра уровень воды поднялся у села Сростки. Причина обильной таянии снега в верховьях Катуни. Там за последние двое суток вода местами прибыла на полтора метра. В то же время в ряде районов края вода наоборот начала уходить. Так, едва не достигнув критического уровня почти на 50 сантиметров, уровень воды снизился у села Черышска и в районе Камня-Наби. Дальнейшая динамика второй волны паводка, пояснили в МЧС, зависит от количества осадков и температурного режима. В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, ожидаются теплыми и дождливыми. Сейчас на особом контроле спасателей находится ситуация в двух районах, в Черышском и Краснощоковском. Обострения ситуации ждут именно там. В то же время уже потоплено несколько десятков домов в поселке Западном в Рубцовске. Виной тому грунтовые воды и проблемы с водоотведением. 45 рублей за литр. Цены на бензин до июля будут только расти, пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. О чем еще можно прочитать на страницах изданий Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко рассказал журналистам «Комсомолки», что ситуация вышла из-под контроля. В связи с подшатнувшимся курсом рубля и повышением стоимости нефти отправлять нефтепродукты на экспорт стало выгоднее. В итоге на внутреннем рынке возник их дефицит, и цена на бензин начала уверенно двигаться вверх. При этом Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба никаких мер в отношении нефтяных компаний не применяют. Правда, правительство приняло решение снизить акцизы. Так что цена за литр может упасть на 3 рубля. Но произойдет это не раньше 1 июля. А пока перспективы нельзя назвать радужными, подводит итог журналисты «Комсомолки». Родители Бийска просят продлить работу пришкольных лагерей. Для многих подобные лагеря просто спасение. Однако работать летом они планируют не дольше недели, лишь для тех, кто получает социальную поддержку. Стоимость путевки в лагерь 600 рублей. Но родители готовы платить и больше, лишь бы о досуге их ребенка позаботились. Мэрии Наукограда журналистам Бийского рабочего сообщили, что в этом году бюджет сверстан, и исправить ситуацию не получится. А вот в 2019-м расходы на более продолжительную работу пришкольных лагерей постараются заложить. В райцентре Новоегоревска введен карантин по бешенству, сообщают аргументы и факты Алтай. На днях там скончался домашний бультерьер, а незадолго до этого он покусал хозяина, ему поставили диагноз бешенства. Как заразилось животное неизвестно, однако сейчас на улицах райцентра проводят дезинфекцию и вакцинацию домашних животных. В любом случае карантин снимут только через два месяца. Татьяна Голубева, Наши новости. В Крае начал работать Детский общественный совет по семейной политике. В его состав вошли волонтеры, спортсмены, учащиеся в воскресных школ и просто инициативные дети. Цель новой организации – напомнить обществу о важности семейных ценностей. Как сплотить семью, преодолеть все трудности и сохранить при этом теплые чувства к близким? Эти и другие вопросы будут обсуждать 20 алтайских школьников, членов общественного совета. Свои идеи реализовывать на практике будут беседуя с детьми из детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. Очень важно сегодня ориентироваться не на только личностный какой-то рост, а на семейное счастье. Но когда это говорят дети детям, это всегда лучше услышано, чем когда взрослые будут. Взрослый может 10 раз сказать, а ребенок один раз скажет, и это уже будет услышано. Так 17-летний участник совета Владимир Пекалов мечтает, чтобы каждая семья Алтайского края была сплочена и счастлива. Его совет, как это сделать, прост. Папа на работе целый день, мама на работе, дети сами по себе. Они уже разошлись. А нужно их сплотить, чтобы они были чаще вместе. На те же выходные. Как пояснили организаторы, дети смогут изменять закон, внося поправки в семейное право. На каждой встрече общественники будут обсуждать идеи по семейной политике, которую впоследствии в качестве рекомендации направят в различные ведомства края. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. 56 российских городов, а также Казахстан, Республику Беларусь объединил «Зеленый марафон». Это мероприятие уже седьмой год подряд проводит крупнейший банк страны, Сбербанк. За стартами в Барнаульском парке «Лесная сказка» наблюдала и наша съемочная группа. Перед забегом обязательно нужно размяться. И пусть олимпийских рекордов организаторы марафона от участников не ждут, умеренная физическая нагрузка еще никому не повредила. Первые участники «Зеленого марафона» от Сбербанка вышли на дистанцию. Ее протяженность относительно небольшая, чуть больше 4 километров. Но для некоторых особенных спортсменов преодолеть такое расстояние уже настоящая победа. Как вы оцениваете свои результаты? Замечательно. Не последние. Во время проведения «Зеленого марафона» на площадке работали волонтеры. Их легко можно было узнать по ярким футболкам. Эти ребята помогали людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году «Зеленый марафон» от Сбербанка объединил жителей России, Казахстана и Белоруссии. Только на Барнаульской площадке участие в празднике приняло около 6 тысяч человек. Главное все-таки принять участие, ну хотя бы выйти на старт и пройти, преодолеть столько, сколько возможно. Преодолеть всю дистанцию – это, на мой взгляд, просто замечательный вариант, когда человек преодолевает прежде всего себя. Призы от партнеров праздника и приятные сувениры от организаторов. Хорошим настроением подзарядился каждый. И главное, что сама погода дала «Зеленый свет марафону», подарив солнечный теплый денек. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах, ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов поддерживают гигиену в жилых домах. С компанией «Экосибирь» просто и выгодно. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Валар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. Края преимущественно ясна, без осадков. Ветер юго-восточный порывистый в Зменогорске – 19, выше 0 в Алейске и Белокурихе – 23. В Барнауле тоже ясно и тепло до 22 градусов выше 0. Телефон редакции в Барнауле – 722-440. Это все новости. К этому часу до встречи.